Продолжение следует... 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 заявления, что она сможет обеспечить его содержание и жизнеобеспечение. Бесполезно. Сегодня в здание суда была вызвана скорая Газиеву, поскольку состояние его здоровья, оно действительно ухудшается от дня ко дню. На сегодня подключены даже московские правозащитники, которые через Федеральную службу исполнения наказаний России пытаются воздействовать на следственный изолятор крымский с тем, чтобы провести обследование надлежащее и вылечить человека, если уж вы держите его под стражей. Наши подзащитные в течение уже почти года находятся в местах содержания под стражей, где условия естественно они абсолютно понятны и естественно негативным образом влияет на состояние их здоровья. У них абсолютно отсутствует возможность скрыться от следствия пересечь там границу, поскольку у них в момент задержания и в ходе следственных действий были изъяты все документы, подтверждающие их личность. В частности, конкретно это их паспорта, в том числе и заграничные паспорта. Что касается состояния здоровья Адилова и Абдулгазиева, Абдулгазиев, Тофик сказал, что у него по-прежнему имеются проблемы со здоровьем. Один раз или два раза приходил к нему врач, но опять же должной медицинской помощи ему не оказывается. Следствие тем самым противоречит своим же доводам, которые указывают в ходатайстве. То есть они говорят, что они эти сведения засекречены, а вот если им меру поменять, то они быстро установят их данные. То есть они подвергают сомнению способы и методы засекречивания ФСБ вот этих секретных свидетелей. Таким образом, естественно, будут поданы апелляционные жалобы. Мы не согласны с таким решением суда, считаем необоснованным. И надеюсь на то, что мы в дальнейшем докажем их невиновность в инкриминируемом преступлении. Ну и считаем их преследование связано лишь с политическим преследованием наших подзащитных, в связи с их гражданской деятельностью. Некоторые из них журналисты гражданские, активисты. Они сами это связывают только лишь с этим, больше ничем другим.